Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер. Лудько, но я не Мендеровец, это фамилия мне, это отца Кувасова-Казака. Досталось, зовут Александр, 70 годов живу на белом свете, все мои, 182 сантиметра длиной, больше вырасти, к сожалению, не удалось. Долго и подробно рассказываю свою автобиографию, приготовьтесь слушать. Родился, крестился, учился, трудился, женился, опять учился, трудился, в общем, опять женился, разводился, и потом докатился, и к вам на кастинг вот сюда явился. Если сделаете правильный выбор, вот такой дедушка у вас будет. Если сделаете неправильный, будет другой, но все равно у вас все будет хорошо. Ну что вам еще сказать? Школа-студия МХАК когда-то закончила, когда она была, ну так скажем, более-менее приличным заведением, а не этой жалкой богадельни, где несостоявшиеся артисты за деньги учат детей лавошников, это я комментировать не могу, цензурных слов по этому поводу у меня нет, в театре служил 31 год, как дурак в московском, до той поры, времена были разные, режиссеры были лучше, хуже, был Борис Анатольевич Львов-Анохин, режиссер мирового уровня, к сожалению, на Троекуровское кладбище переехал, а потом, господа начальники от культуры назначили нам бездарного людоеда, но он был мастером по съеданию, он съел и театр, и меня, как одного из основателей, и остальных всех, то есть там остались, ну такие обсевки, что-то, так сказать, даже говорить об этом не хочется, а, к сожалению, я, конечно, театр, я в нем провел большую часть своей жизни, но теперь делать не будем, да, и под дулом пистолета, и ни в жизни никогда не пойду никуда, ни в какой, потому как все крупные режиссеры, к сожалению, ушли на тот свет, после себя учеников не оставили, как выясняется, это закономерность, вот, это очень жаль, ну а теперь, что, как вам сказать, снимаюсь кино, если есть, снимаюсь сериал, если есть, в рекламе снимаюсь, если есть, так жизнь нас всех нагнула, раньше, когда появилась только реклама, в анкете спрашивали, будете сниматься в рекламе, все, вы, черти, нет, не буду, а теперь буду, жрать нечего, надо обязательно что-то делать, времена сейчас не лучшие, все вы, и так далее, если сделаете неправильный выбор, то вот этот дедушка будет так сильно плакать, долго-долго, а потом перевернет страничку, выпьет рюмочку и забудет навсегда, что он приходил на этот самый кастинг. Удачи!